Действительно, в целом по региону экономическая ситуация складывается неплохо, но, как уже неоднократно в своих обращениях подчеркивал глава области Константин Сумар, неплохо – это не тот результат, на котором можно остановиться. Убыточность производства, складские запасы, потери рынков сбыта, простои и задержка заработной платы для некоторых организаций области – это суровая реальность, и такая тенденция не может оставаться без внимания. Но далеко не все руководители организаций, находящихся в непростом положении, пытаются изменить дальнейший ход событий, подвергая опасность не только саму предприятию, но и его сотрудников. Уже в конце концов надо нам давать оценку и самим себе, я отобращаюсь к руководителям гороисполкомов, но давать оценку уже вам тем руководителям, которые работают у вас, у подчинений, начинать с заместителей, и кончая всеми теми промышленными предприятиями, переработкой, агропромышленным комплексом, который находится в каждом вашем регионе. Уже дальше вступать некуда. Как зарплату накручивать себе, так накручивать зарплату некоторых руководителей промышленных предприятий выше всяких норм и разумных пределов. У нас многие предприятия, руководители предприятий, как-то замылили свои глаза, ссылаясь на какие-то объективные причины. Я думаю, это неправильно, слишком затянулась вот эта наша уже работа и проблема, и объяснение. И что хотите, как хотите, это называйте в некоторых коллективах и в объяснениях некоторых руководителей предприятий. Расхожее выражение «кадры решают все» становится практически осязаемым, когда речь идет о реальной работе того или иного предприятия. Грамотная деятельность руководителя – залог успеха любой организации, а вот бесхозяйственность, отсутствие инициативы и желание развивать производство способны загубить даже самый выгодный, на первый взгляд, проект. Именно поэтому кадровому вопросу на прошедшем заседании было уделено особое внимание. Что называется, у руля должны быть люди, которые способны управлять и вести вперед механизм под названием предприятия.